Грамотная юридическая помощь – услуга не из дешевых. Порой бывает так, что заплатить за консультацию нечем. Впрочем, в ряде случаев можно воспользоваться такой юрпомощью совершенно бесплатно. Работает этот механизм и в Самарской области. Государственную систему бесплатной юридической помощи входит, прежде всего, Государственное юридическое бюро в Самарской области. Это государственное учреждение, которое подведется на министерство. Кроме того, мы привлекаем к оказанию этой помощи адвокатов, точно так же через Госюрбюро. И вот это, в общем, есть основные провайдеры бесплатной юридической помощи на территории Самарской области. Ветвенство специализируется прежде всего на устных и письменных консультациях, составлении жалоб и ходатайств, а также на ведении судопроизводства. Правда, получить помощь бесплатного юриста могут только определенные категории граждан. Это пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также ветераны труда России, дети-сироты и другие. С клиентом заключается специальный договор, и юрист помогает человеку в решении его вопросов. Бесплатная юридическая помощь в Самарской области сейчас оказывается в очень большом количестве. Но как не попасть в лапы к мошенникам и не стать жертвой некомпетентных юристов? Рекламу фальшивых юристов сейчас можно встретить везде. Их листовки расклеиваются в подъездах, на автобусных и трамвайных остановках. При обращении в подобные конторы человек за деньги составляет десятки запросов и жалоб в различные ведомства, которые не всегда доходят до отресата, либо не доходят по месту назначения. При этом юристы убеждают клиента, что только их участие в составлении таких обращений даст нужный результат. Как не попасться? Ну, прежде всего, я призываю обращаться к тем, кто имеет некое подтверждение от государства, что имеет право заниматься юридической помощью, юридическими услугами. У нас это прежде всего адвокаты, это нотариат, это государственное юридическое бюро. К слову, получить квалифицированную помощь любой желающий может в специальный единый день бесплатной юридической помощи. Он традиционно проходит раз в год, 20 ноября. Продолжение следует...